Всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Сегодня мы снова в гостях у Саши на авторынке 95 павильон. Видео не является рекламным, хотя скрытая реклама есть. Саша мой друг и часто мне помогает с материалами и оборудованием. То есть сегодня мы поговорим немножко о пистолетах, о их системах, какие они бывают. В основном будем говорить о китайских пистолетах, потому что вы знаете, что дядя Олежа пользуется только Китаем. То есть не из-за того, что он хочет поддержать китайского производителя в целях экономии. Такой пистолет не жалко, если он сломается. То есть локти вы себе кусать не будете, а пойдете и приобретете новый. Что еще я сегодня хотел? Еще мы пройдем сегодня по болгаркам, какие косяки бывают в каких болгарках. Системы пистолета. И немножко расскажем про масочку. Сварочную. Хамелеон. Там какие-то тоже косяки бывают. Саша сказал, подскажет. Я-то не волоку. Ну, начнем с чего? Начнем с очень китайского пистолета. Вот так вот он выглядит. Не знаю, как называется. Такие пистолеты можно встретить в наборах. В наборе там идет пульверизатор для мавиля, подкачка давления, обдувочный пистолет. Ну, вот отдельно такой пистолет стоит где-то 15 долларов в среднем. Если вы найдете где-то дороже, значит, вас накололи. То есть, дюза у него 1,5. Как бы выглядит он. Вот здесь вот отливка не очень красивая. Да, и сам он такой немножко чмошного вида. То есть, ну, такой пистолет вам вполне подойдет под грунт. То есть, вложив в него 15 долларов, ничего, то есть, не потратив, да, вы не будете другой пистолет пачкать грунтом. То есть, он у вас будет чисто под грунт. Дюза можно как 1,5, 1,7 и 2 поставить. То есть, но дюзы, да, но дюзы на них не меняются. Вот на этих пистолетах дюзы меняются вот на таких. Такой пистолет чуть подороже. Тоже у него вот тут две регулировочки. Обратите внимание, внизу регулировочки нету. Здесь три регулировочки. Вот это факел. Это, я так понимаю, что это? Это воздух, подача и подача самого материала, краски. То есть, этот пистолет стоит примерно 25 долларов. Но на него можно подобрать вот такие вот дюзы. То есть, набор дюза, то есть, распылитель и игла. То есть, разные есть тут. 1,3, 1,4, 1,5, ну не важно, много. То есть, ну это вот обычные такие пистолеты, которые очень дешевые. Но такие пистолеты на краску я бы, конечно, не советовал брать. Еще есть такие же пистолеты, как бы с нижним бачком. Не знаю, вот многим удобно. У меня есть, друзья, кто нижним бачком красит. Я вот нижним не привык. Особенно, когда крышу красишь, можно задеть. Если только пороги, ну бока, то можно и с нижним бачком. Не знаю, честно, его прелесть это выбирать. Вам, конечно. Ну, теперь пройдем чуть-чуть ступенькой повыше. Не очень китайские пистолеты. То есть, вот фирма Орел в районе полтинника. Да, это уже как бы не очень китайский пистолет. На дюзи он имеет много дырочек. Вот сейчас попробую сфокусировать. Не фокусируется. Много дырочек имеет вокруг. Пистолет ХВЛПшный. Регулировочка на ручке, регулировочка покраски. Это воздух, это покраска и регулировка факела. То есть, вот так вот в разборе. Если его посмотреть, как вы видите, вот такой конструкции у него идет дюза раздувы. То есть, тут я тоже немножко вот ошибался. Различал пистолеты по тому, как, допустим, если вот здесь вот у вас много дырочек, да? Значит, это пистолет низкого давления. Но оказалось не всегда так. Как бы для меня это было, честно, новость. Оказывается, ХВЛП пистолеты бывают и, если меньшее количество дырочек. Ну, это дорогое. Да. То есть, получается, вот, видите, тоже такая же китайская конструкция. Пистолет выглядит так неплохо. Тоже ХВЛПшный. Дюза 1.3. То есть, если мы посмотрим внутрь, вот он тоже идет ХВЛП. То есть, дырочек здесь 4, они идут не по кругу. Но здесь очень интересная конструкция самой вот этой дюзы. Как мы видим дырочки. Сейчас я свет включу. Так, вот если мы посмотрим, вот можно увидеть дырочки. Но дырочки, вот смотрите, они ближе к краю расположены, да? И грибок имеет вот такую форму. То есть, воздух отбивается от грибков и раздувает по всей вот этой штуке. Не знаю, вот я ими не пробовал как бы красить ХВЛП, чтобы вот маленький, ну, мало дырочек было. Как бы больше у меня надежды на те все-таки. И вот еще такая система. Здесь чуть-чуть другая система. Он тоже ХВЛП. Тоже идет пистолет ХВЛП. Но раздув у него тут чуть-чуть другой. Вот, как видите, здесь нету, вернее, дырочки вот эти вот. Они спрятаны под самим грибком. То есть, ударяясь в грибок, они раздувают по всей, по всему оголовнику. То есть, вот такой пистолетик есть. То есть, это пистолеты уже немножко подороже идут. Так, ну, вот такой вот еще пистолет есть ХВЛП. То есть, пистолет тоже средней цены. Здесь есть манометр, тоже регулировать давление, да. Также на ручке присутствует регулятор подачи краски и сам факел. И обратим внимание, здесь как бы тоже дюза без грибка. Дырочки идут вокруг и много дырочек на самой дюзе. То есть, тоже ХВЛП-шный пистолет. То есть, ну, еще вот вопрос, как бы, что такое ХВЛП, что такое ЛП? ХВЛП. Вот тут, вы видите, написано, да. То есть, первые две буквы означают высокое потребление воздуха пистолетом. То есть, это сколько пистолет у вас забирает с компрессора воздуха. Ну, в минуту будем говорить. Тут, допустим, 320-360 литров в минуту он расходует. И вторые две буквы – это давление. Есть вот ХВ, есть ЛВ. ЛВ, то есть, это малое потребление воздуха. То есть, ЛВ – маленькое потребление воздуха, ХВ – большое потребление воздуха. Это говорит о том, сколько он у вас будет сосать с компрессора. Ну, и вторую, вы видите, здесь вот ЛП и есть ХП – ХП, да. То есть, ХП – это низкое, то есть, ХП – это высокое давление, и ЛП – little pressure – низкое давление. Еще вот для сравнения хочу вам показать. Вот ЛВ-ЛП, да, пистолет. Вот, 1,4 дюза. Здесь вот, как видите, вот здесь дырочек мало, да, вокруг. Но зато на самом, ну, на самой конструкции здесь и по большому кругу идут дырочки, и под маленьким. Также грибковидная вот эта фигня. Воздух отбивается от грибка и раздувается. И еще, ну, пистолет вот выглядит вот так. Пистолет симпатичный, на ощупь красивый такой, хром немножко затемненный. И такой же пистолет тоже, ну, он немножко по-другому выглядит. ЛВ-ЛП тоже, да, то есть, вот чтобы отражалось. Вот здесь дырочек, сейчас я как бы, дырочек много. То есть, дырочки расположены в два ряда, да, в два ряда их тут много, короче, очень. Но под оголовником у него вот такая система. То есть, здесь мало дырочек, вот, только вокруг они расположены, да. И то есть, система раздува идет вот именно из-за большого вот этих количества дырочек. То есть, компенсирует. Одно, другое компенсирует. Не знаю, так. Сейчас еще покажем, а потом поговорим, чем лучше ХВ-ЛП, чем ЛП. Чтобы вам нагляднее запомнилось, да, вот пистолет ЛВ-ЛП. То есть, вот как мы видим, видно, да, до полторы атмосфер давление, то есть, небольшое, да. Ну, это бачок, 1,3 дюза. И расход, потребляемый объем воздуха у него идет, 170-200 литров. То есть, для такого пистолета хватит и небольшого компрессора. Так, ну и вот еще один пистолет ХВ-ЛП-2. Как вы видите, дюзу сейчас я раскручу. Здесь тоже у него идет грибковидная с щитом дюза. То есть, из-под нее тоже выходит воздух под пластину. Ну, здесь вот тоже под конус все сделано и раздувается тоже во все стороны. Но дырочек здесь тоже 2, 4 вернее. То есть, тоже пистолет выглядит неплохо, чем-то на 3000-ю сату похож. Давление у него меньше, конечно, вот 2 атмосферы, то есть, он идет низкого давления, да, 2 атмосферы, то есть, ему нужно. Но расход, вот тут не написано, но я подозреваю, расход тут тоже большой. Где-то у них колеблется от 320 до 400 литров в минуту расход. Ну, ХВ-ЛП, они лучше раздувают красочку, лучше ложат ее, лучше раскидывают, чем ЛП-шные пистолеты. Хотя ЛП-шным пистолетом тоже можно покрасить, тоже можно покрасить неплохо. Но на ЛП-пистолете металлик красить, конечно, сложновато. Тут должна рука быть набитая, потому что может быть такой эффект, как яблочность. То есть, серебристый металлик, допустим, я бы посоветовал, конечно, ХВ-ЛП-шным красить. Вот тоже ХВ-ЛП мини, вот такие вот два пистолетика, да, на одном здесь 0,8 дюза, на втором 1,2. Такими пистолетами, конечно, вы красить всю машину не будете, но какой-то элемент подкрасить, да, где-то переход сделать вещь очень нужная. То есть, красочку они, факел делают небольшой, и переходик можно сделать очень красивый. Многие лакбиндер им наносят, биндер. Ну, не знаю, тоже на любителя. Кстати, у дяди Олежи такого нет, надо будет приобрести. Вот еще есть такая интересная штучка. Аэрограф, да, ну это кто увлекается вот аэрографией. Тоже 0,3 дюза тут. Ну, то есть, рисовать. Бачок вот такой шикарный. То есть, ну, кому интересно, регулировочки все. То есть, тоже у Саши есть. Вы сможете зайти приобрести, порисовать. Ну, вот, короче, как бы, краткую информацию я отдал, какие есть пистолеты у Саши, да, что можно купить. То есть, почитать информацию, какой для вас лучший пистолет. Просто я знаю людей, которые и LVLP красят, и HVLP. Как бы, ну, HVLP я вот больше привык, больше к нему склоняюсь. То есть, у него идет более раздув хорошей красочки. Красочки, больше краски остается на машине, нежели от пистолета высокого давления, да. То есть, ну, тут выбирать вам. То есть, все пистолеты, которые я показал, они все китайские, но многие пистолеты сделаны под известные бренды. То есть, ну, говорят, как вот выбрать китайский пистолет, да. Ну, если вы видите, что он красиво выглядит, да, то есть, сделано все аккуратненько. То есть, такой пистолет, скорее всего, нормальный. Ну, и более-менее пистолет, как мы говорим, более-менее не китайский, да. Это пистолет, на котором вот здесь вот есть регулировочка воздуха. Если ее здесь нету, такой пистолет где-то стоит 15 долларов. То есть, ну, он не совсем говно, конечно, он идет на грунт, но ни для чего другого. Ну, то есть, те люди, некоторые думают, что китайскими пистолетами красить нельзя, да. Вполне можно красить, дядя Олежа красит только китайскими. То есть, выбор вот у Саши большой пистолетов. Если что, он вам подскажет, если вы начинающий, да, какой вам лучше взять, можете у меня спросить. То есть, я вам скажу свою точку зрения. Можете выйти на Зеллорацию, вот ссылочка, там поспрашивать, что лучше взять. То есть, начинайте с китайских пистолетов, не надо много вкладываться, а потом вы можете взять уже что-то посерьезнее. Среди Китая тоже есть очень большой выбор красивых пистолетов и точные копии. То есть, и Саты той же, и Стара, и Иваты, и Двилбиса. Так что, выбор есть. И, я думаю, начинать сначала нужно с недорогого. То есть, окрасит они вполне достойно. Ну, и сейчас мы покажем болгарки. Немножко такой обзорчик. По болгаркам пройдем. Минусы, плюсы. То есть, не будем навязывать никакую фирму. Просто скажем, минусы, плюсы одной фирмы и минусы, плюсы другой фирмы. А выбор уже за вами. То есть, высокая, высо... Что я хреню какую-то сказал? Так третий дубль! ХВЛП? Нет, посерьезнее. ХВЛП, вот маркировочкой, вы идите первым, блядь, заебаться, ржать, блядь. ХВЛП, вот вы видите... ХВЛП! ХВЛП! Вот видите, ЛЧВЛП или ХВЛП, первые две буквы означают потребление воздуха. То есть, ХВ означает высокое потребление воздуха. Если бы было ЛП, значит пистолет низкого потребления воздуха. Потребление воздуха... ХВЛП! 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 Продолжение следует...